9 октября по всему краю прошли митинги и памятные мероприятия. О том, как отметил окончание битвы за Кавказ Славинский район, мы расскажем в следующем сюжете. В парке 40-летия Победы состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие представители района и городской администрации, казаки и общественные молодежные организации. С Днём освобождения Краснодарского края собравшихся поздравил председатель районного совета ветеранов Вячеслав Салмин. Долгих 10 месяцев продолжалась эта битва, но враг был повержен. Выкинули их с нашей родной земли. Вся наша кубанская земля полита кровью наших солдат. Хочется поблагодарить и низко поклониться нашим ветеранам, которые освобождали нашу Кубань. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Вечная память, кто не дожил до сегодняшнего дня. Прошу почтить память всех, которые погибли за освобождение Кубани. Минутой молчания. После минуты молчания участники митинга к вечному огню возложили цветы. Продолжились памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения Кубани в сквере Молодежной. Там была организована выставка детского творчества «Война глазами детей». На картинах юные художники изобразили события Великой Отечественной войны – боль устрадания людей. Детские рисунки о войне – это прежде всего благодарность ветеранам за возможность жить под мирным небом, творить, мечтать, уверенно смотреть в будущее. В этот же день на улице Красной была проведена выставка декоративно-прикладного творчества, а на театральной площади артистами городского Дома культуры был подготовлен праздничный концерт. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok